Привет всем и добро пожаловать в криптовселенную. Сегодня мы поговорим с вами о биткоине и посмотрим на индекс страха и жадности. Если вам нравится этот контент, обязательно подпишитесь на канал, поставьте под видео лайк, напишите под видео комментарий и посмотрите распродажу на нашем сайте intothecryptoverse.com. Напомню, что ссылку на индекс страха и жадности вы можете найти под этим видео, в секции описаний. Данный инструмент в виде индекса используют многие для того, чтобы определить, каков сейчас общий настрой на рынке, напуганный или жадный. И причина, по которой мы об этом говорим, в том, что общая идея заключается в том, что покупать следует во время страха, а продавать при жадности. Интересная вещь в том, что если вы только лишь продавали свои биткоины в то время, когда индекс показывал значение в 90, то это не будет обязательно значить лучшую стратегию. Примером может быть вот этот, когда в 2020 году индекс страха и жадности биткоина показывал отметку в 90, а цена была на уровне 15,6к. Это было лишь началом того, когда цена сделала ралли до отметки в 64 тысячи, всего лишь спустя несколько месяцев. Но есть способ, как это можно поправить. Для этого можно применить скользящие средние. Но, конечно же, по определению, скользящие средние будут запаздывающим индикатором. Но все же, если мы применим 30-дневное скользящее EMA к индексу страха и жадности, то это позволит, по крайней мере, исключить уровень в 90 для индекса страха и жадности, по крайней мере, до того момента, когда цена достигла, скажем, 22-23 тысячи. То есть на 8 тысяч долларов больше, чем то значение, которое мы видели до этого. Если мы будем с вами использовать 14-дневное скользящее EMA, то такой результат мы с вами получим немного раньше. В любом случае, основная идея заключается в том, чтобы подобрать оптимальное значение, которое будет для вас самым удобным. Используя 30-дневное скользящее среднее, мы с вами видим, что получается результат для индекса страха и жадности с уровнем в 90 ближе к цене 18-19 тысяч долларов. Итак, во время обычаевого рынка, с характеристиками последнего, который мы с вами видели, продажа вашего биткоина только из-за того, что индекс страха и жадности достиг 90, не будет обязательно являться лучшей стратегией. Не поймите меня неправильно. Но, по мере того, как индекс провел здесь много времени и начал формировать нисходящие верха, то это могло быть индикатором, посылающим довольно интересные сигналы, на которые стоит обратить внимание. Как, например, в 2019-м. У индекса страха и жадности появились восходящие низы и восходящие верха. При этом в какой-то момент, в 2019-м, мы видим с вами эту вершину, образовалась двойная вершина, немного нисходящая вверх. Но индекс упал значительно. На этой первой вершине индекс страха и жадности имел отметку 95. И в этом случае, когда индекс показывал значение более 90, было бы хорошим моментом для продажи, что также было в году перед халвингом. Но на второй вершине, которая образовалась через несколько недель, и с такой же ценой, индекс страха и жадности был всего лишь 84. При этом следующая вершина, которая образовалась всего лишь на несколько тысяч меньше, чем этот уровень, соответствовала индексу со значением в 66. Поэтому мы с вами здесь наблюдаем подобие... Как бы у индекса страха и жадности образовывались нисходящие верха. При этом у биткоина также образовывались нисходящие верха. И в одном из этих случаев не было особо видно нисходящего верха. Это было больше похоже на двойную вершину. И это интересный способ для взгляда на рынок. Если мы посмотрим с вами сюда, то здесь было похоже на то, что индекс как бы завис на отметке 80-90, и довольно надолго. После чего я вернулся вот к этому уровню. Но как только мы с вами достигли этого уровня в 50 тысяч долларов, то с этого момента индекс страха и жадности начал формировать нисходящие верха. И, возможно, это и будет лучшим способом, чтобы использовать этот показатель. То есть, когда мы видим, что цена биткоина медленно пробивается выше, при этом индекс страха и жадности на самом деле спускается. Что значит, что социальный интерес постепенно начинает спадать. То есть, когда мы уже не видим такую же ФОМО, которую мы изначально наблюдали во время этого первого ралли. То есть, если особо люди не поступают в систему, а на рынке ФОМО уже не такое сильное, то это может быть признаком начала спада ралли. И, конечно же, мы это видим с вами и в 2019 году, а также и в 2021. Но сегодня мы с вами наблюдаем восходящие низа, а также и восходящие верха. При этом самый высокий уровень, который достиг индекс страха и жадности, и который мы видели в 2023 году, это около 69. Конечно, мы с вами видим, что в дальнейшем мы также росли, но при этом индекс страха и жадности был всего лишь на отметке 64. И да, я от многих слышал, что люди настроены очень побычьи на остаток 2023 года. Но я не особенно разделяю этот оптимизм. Как я и говорил, самый высокий уровень для биткоина в этом году, который я вижу, это 35 тысяч. Да, это все еще возможно, но чем дальше мы идем к концу года, то, на мой взгляд, это становится все менее вероятно. Особенно с приближением периода времени августа-сентября, который обычно соответствует безрисковому периоду для акций, что обычно отправляет биткоин под полосу поддержки бычьего рынка. И что мы наблюдали каждый предыдущий цикл. Биткоин падает ниже 20-ти недельного SMA в августе-сентябре года перед халвингом. По крайней мере, мы также видим какое-то совпадение с тем, что индекс страха и жадности также формирует потенциально нисходящие верха, что исторически, по крайней мере, означает начало переходного периода. Мы также видим, что в 2021-м были нисходящие верха. При этом цена биткоина формировала лишь едва заметные восходящие верха. Это было лишь чуть-чуть больше. Это немного похоже на то, как в апреле у нас образовалась вершина. И в итоге мы с вами вернулись обратно вниз. И да, технически мы сходили выше в некоторых частях этого движения. Но на самом деле это было всего лишь чуть-чуть больше. А индекс страха и жадности образовал нисходящий верх. Поэтому вопрос, который перед нами стоит, заключается в том, что все ли будущие движения заканчиваются нисходящими верхами для индекса страха и жадности, что может быть правдой. Учитывая, что социальный риск, о котором мы говорили ранее, также находится в даунтренде. Поэтому, если вы смотрите по бычи на конец года, что, думаю, вы хотели бы на самом деле увидеть, то для этого следует ожидать показания индекса страха и жадности более 70. Если индекс начнет показывать результаты выше 70, то это будет признаком того, что индекс начнет формировать восходящие верха. При этом важно отметить, что если индекс всего лишь на постоянной основе показывает значение ниже отметки в 70, то это станет индикатором того, что интерес в криптопространстве постепенно угасает. Такое что, о чем следует помнить. Также на индекс можно посмотреть через цветовую кодировку. И интересным, я думаю, будет лишь оставить только нижние значения. Скажем, уровень от 0 до 10. Может быть, от 10 до 20. А также от 80 до 90 и более 90. Итак, если вы покупали только когда индекс был на уровне от 0 до 20, а продавали только тогда, когда индекс был между 80 и 100, то, в целом, у вас должно быть все очень неплохо. И, с учетом сказанного, будут времена, когда, скажем, как в конце 2021 года, когда для покупки было не самое хорошее время. Потому что то, что произошло после этого, продолжалось не очень долго. Аналогично тому, что было и в 2018. Если бы вы покупали эти низы, а в какой-то момент цена упала еще на 50%, а вы бы задались вопросом, почему не подождали. Но, конечно, вы можете применить скользящие средние, и, на мой взгляд, они позволяют зачистить картину, убрав шум. Если мы посмотрим на ситуацию со скользящими средними, то картинка немного, но становится чище, как вы видите сами. Поэтому вы бы не покупали на этих низах, а немного подождали здесь и вот здесь, и немного вот здесь. В итоге у вас все было бы очень неплохо. Покупая немного здесь, все бы получилось, даже с учетом того, что цена бы не вернулась к этим уровням, если бы применили бы 30-дневные SMA. Но, конечно, покупая здесь, сразу бы вам не дало хороших результатов. Но цена на самом деле была примерно такой же, как и во времена вот здесь. Так что, ребят, надеюсь, вам понравилось в использовании индекса страха и жадности таким образом. Так что прошу вас подставить под видео лайк, подписаться на канал. Вы этим очень поможете каналу. Ну и посмотрите распродажу into the cryptoverse.com. Увидимся, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok